С 26 по 29 сентября в Гданске проходило 12-я международная выставка железнодорожного транспорта «Трака-2017». На площади в 30 тысяч квадратных метров 700 компаний-организаций из 25 стран мира представили более тысячи образцов техники. По данным организаторов, на «Трака-2017» побывало более 16,5 тысяч профессиональных посетителей из 48 государств. «Трака» объединяет интересы производителей и потребителей техники рельсовых видов транспорта, технологий транспортных услуг, финансовых структур с целью формирования условий для эффективного развития и модернизации железнодорожной инфраструктуры. В Центральной и Восточной Европе «Трака» по праву считается одной из крупнейших профессиональных площадок, где обсуждаются важнейшие вопросы развития отрасли и демонстрируются передовые достижения в области железнодорожного транспорта. По традиции, одним из постоянных участников «Трака» выступила Организация сотрудничества железных дорог. В 2017 году ОСЖД отметила свое 60-летие. Сегодня эта организация играет важную роль в деле развития и совершенствования международных железнодорожных перевозок между Европой и Азией. Здесь проходит встреча с представителями Организации сотрудничества железных дорог. Организация существует 60 лет, и каждая такая встреча полезна для развития железнодорожного транспорта в европейских странах. Хотел бы отметить, что под руководством Тадеуша Шозде ОСЖД проводит политику интеграции с железнодорожным транспортом Европы, и выставка «Трака», конечно же, проходит при участии ОСЖД, представителей которой мы всегда рады видеть здесь. Надеюсь, что наше сотрудничество принесет ощутимые результаты. Это огромная организация, очень известная и очень важная для железной дороги. Самые члены основные этой организации это бывшие соцстраны, но теперь соединенные с этой организацией также немецкие железные дороги, французские и другие. ОСЖД занимается важными вопросами международных перевозок грузов и пассажиров. В рамках работы выставки прошло совещание пятой комиссии ОСЖД, которая занимается вопросами инфраструктуры и подвижного состава. Глава ОСЖД Тадеуш Шозда отметил, что такие встречи крайне важны для обсуждения совместной работы над основополагающими документами организации и решения ряда вопросов, связанных с внедрением новой конвенции ОСЖД. Для нас в ОСЖД самый главный вопрос на сегодня это наши работы над новой конвенцией ОСЖД. Неотъемлемой частью этой конвенции будут наши соглашения СМДС и СМПС. Эта конвенция позволит нам поднять уровень организации в полном масштабе международных организаций. Депоздаем этой конвенции будет правовый департамент ООН в Нью-Йорке, но это позволит нам лучше работать перевозка грузов и патронов между Азией и Европой. Работа ОСЖД включает в себя совершенствование, гармонизацию и унификацию правовой и нормативно-технической базы, развитие железнодорожных транспортных коридоров, совершенствование тарифов на железнодорожные перевозки, облегчение процедур при пересечении границ, включая более широкое внедрение унифицированной накладной ЦИМ СМГС с целью сокращения времени и затрат для их прохождения, развитие контейнерных, контрейлерных и комбинированных перевозок. ОСЖД занимается также доработкой технических документов, в том числе непосредственно связанных с подвижным составом. В рамках этого совещания достигли хорошим результатом. Были обсуждены и рассмотрены, а даже завершена разработка проектов технических документов по буферам, по тормозам. Это хочу подчеркнуть, что в последнее время тормозные системы в поездах, в вагонах, это очень темкая и очень важная проблематика, с которой мы также столкнемся, не только исходя из практики железных дорог, мы как рабочий аппарат разрабатываем технические документы, технические нормативы, чтобы улучшить и совершенствовать такую технику. Благодаря организатору ТРАКа 2017 год позволило нам организовать совещание экспертов по теме вагона. Это комиссия ООЖД по инфраструктуре и подвижному составу. Нам дала возможность это совещание проводить именно в рамке данной выставки и мы смогли, как предоставить нашим участникам совещание, возможности посетить и выставка ТРАКу, что это очень важно для наших экспертов, именно по теме вагона, потому что это подвижной состав, а здесь и много производителей подвижного состава, которые дают возможности посмотреть инновации подвижного состава, посмотреть, как это вживой, как говорится, этот вагон, потому что тут очень много таких стендов есть. Выставка ТРАКа представляет множество технологий, которые есть не только в Польше, но вообще в Европе, вплоть до Китая. Все очень быстро модернизируется и спасибо ОСЖД, что она принимает участие в этих процессах вместе с азиатскими странами. Я рад, что организацией руководит Пан Шозда, который был моим коллегой на протяжении 30 лет. Сегодня мы все должны работать лучше, чтобы модернизация продолжалась. Хорошо, что разные страны могут сотрудничать в рамках ОСЖД. Без этого было бы намного сложнее. В работе заседания Пятой комиссии ОСЖД на выставке ТРАКа 2017 приняли участие представители крупных компаний, имеющих статус присоединенных предприятий организации. Среди них производитель железнодорожного оборудования, член ОСЖД – компания «Акстон», которая является экспертом в области технологии поглощения энергии удара всех типов единиц железнодорожного подвижного состава. На заседании комиссии ОСЖД представители компании «Акстон» провели презентацию своих новых разработок. Мы производим уже почти 10 лет такую технологию, которая помогает поглощать большие объемы энергии во время аварии и столкновения поездов. Эта технология развита на основании резких металлов, или труб, и мы называем ее технологией «Крэш». Уже в мае этого года мы разговаривали с рабочей группой, занимающейся локомотивом, где такой разговор произошел. Но сейчас, сегодня у нас есть вагонная комиссия, так мы хотели бы тоже с коллегами, экспертами, которые отвечают за вагоны, эту тему обсудить и показать, что в этой области мы делаем в Европе, но почти, можно сказать, в целом мире на данный момент. И считаем, что тоже в странах СНГ, в Российской Федерации уже пришел такой момент, чтобы эту технологию ввести на рынок. У нас присоединенных предприятий ООЖД более 40. Значит, АО «Акстони» является тоже присоединенным предприятием к нашей организации ООЖД. Они активно работают, скажем, в рамке ООЖД. Они сейчас предложили информационный материал для того, чтобы этот информационным материалом стало проект разработки новой памятки. Это касается пассивной безопасности, то есть система КРЭШ, которая гасит энергию при движении, скажем так, грузовых и пассажирских составов в нестандартной ситуации. Это для того, чтобы обеспечить сохранность груза, пассажиров и самого подвижного состава. И то, что они предложили, это актуально. Это актуально для производителей и для перевозчиков, именно пассажиров и грузов. Так, у нас есть, например, КРЭШ-БУФЕР. Это есть металлическая труба. И здесь мы можем заметить несколько ножей. Количество этих ножей зависит от объема энергии, мы хотим или нам нужно поглощать. В сроке нормальной, обычной операции, этот КРЭШ-элемент, этот КРЭШ-БУФЕР не работает. Но в случае столкновения поездов, он начинает работу и с этой трубы, эти ножи вырезают такие кусочки, или как это можно объяснить. И благодаря тому, очень большие объемы энергии могут быть поглощены. Это есть реальный образец такой резки стали. И вы можете представить себя в реальном предложении, как это работает. Здесь, на выставке Трако, мы презентуем продукты компании Акстон и Кони. С начала 2017 года они работают совместно с ITT-группой. То, что вы видите сейчас, это примеры наших амортизаторов. Они двух разных видов. И особенность концепции Кони Акстон заключается в том, что амортизаторы Кони могут служить по 25 лет. Их можно ремонтировать 3-4 раза. В рамках сотрудничества с нашего участия в ОСЖД было вынесено предложение о том, чтобы в следующем году одно из совещаний ОСЖД прошло как раз в Акстоне, то есть в Польше, на нашем заводе в Кончуге с тем, чтобы продемонстрировать как раз систему безопасности, пассивной, и в том числе, возможно, и полностью продукцию Кони, так как это позволяет сделать формат этого мероприятия, потому что мы можем предложить комплексные решения, то есть достаточно крупные. Прежде всего, нужно обратить внимание на то, что, пожалуй, из поставщиков комплектующих на сегодняшний момент достаточно, скажем, представленных как в грузовом сегменте, так и в пассажирском, Кони Акстон наиболее универсальный, потому что мы можем сделать пакетное предложение, и плюс, за счет наших знаний в пассажирском сегменте, к примеру, Кони, мы более продвинутые в пассажирском сегменте, мы вместе выходим на рынок с Акстоном, с новыми решениями, и наоборот, в грузовом сегменте Акстон помогает нам, особенно с учетом новых направлений, которые существуют между Китаем и Европой, то есть по поставке. Новые платформы, которые используются на тесте сейчас с трансмашхолдингом, где будет применяться пассажирская тележка и так далее, там как раз будут использоваться наши демпферы, ну, имеется в виду не наши, а пассажирские демпферы. Статус присоединенных предприятий, таких как Акстон, имеют компании, институты и организации из стран-членов ОСЖД, а также из других стран Европы и Азии, деятельность которых связана с железнодорожным транспортом. В 2016 году их было 40, в 2017 прибавились новые. Присоединенные предприятия это статус организации или статус компании, которая, во-первых, очень плодотворно работает вместе с организацией сотрудничества полностью, а это бывают частные компании со стран-членов ОСЖД, прежде всего, которые очень заинтересованы работой разных комиссий. У нас в ОСЖД есть около 50 президенных предприятий. Мы заключаем с ними специальные договора и приглашаем представителей этих предприятий на наши совещания, которыми они заинтересованы. Приглашаем на пятую комиссию, где обрабатываются вопросы подвижного состава. И их представители находятся в контакте с представителями наших железных дорог. Это хорошо влияет на их дальнейшие контакты, на контракты между ними и так далее. Программа проведения ТРАКа-2017 включала в себя дискуссии, многочисленные семинары и презентации. Выставка проходила в Гданьске, а значит, польские предприятия готовились к ней особенно тщательно, стремясь продемонстрировать лучшие технологии и разработки, а также рассказать о возможностях своих компаний и производителей, и перевозчиков. Среди них группа ПКП и активный член ОСЖД компания ПКП ЛХС. Выставка ТРАКа-2017 это крупнейшее в своем роде мероприятие в Польше. Оно проходит раз в два года, и интерес к таким выставкам, где демонстрируется все передовое в сфере железнодорожного транспорта, постоянно растет. На выставке есть сегмент, включающий группу ПКП, состоящую из нескольких компаний. Например, ПКП Интерсити это перевозчик, отвечающий за пассажирское направление. А ПКП ЛХС – компания, занимающаяся перевозками по широкой колее. Она сотрудничает с компанией ПКП Карго ИСТ, которая является перевозчиком товаров. В целом ПКП реализует программу инвестиций на 66 миллиардов. ПКП ЛХС заинтересованы в развитии нового транспортного коридора, к которому мы присоединились в прошлом году. Это Транскаспийский транспортный коридор, в котором мы участвуем. В настоящее время мы готовим предложения для транспорта, а также работаем над сотрудничеством в коридорах к юго-западу от Азербайджана к Ирану до Индии. Это очень перспективное направление. И мы готовы организовывать перевозки. А если говорить об ОСЖД, то это организация, которая позволяет нам действовать. Сейчас мы готовим ряд деловых проектов. Впереди большая работа. Что касается компании ЛХС Польша, это прежде всего экспедиторская и компания, которая занимается перевозком в Груза, и у них в собственности собственная железнодрага широкой колеи 1520 на территории Польши. А она более работает в комиссии ОСЖД по грузовым перевозкам, потому что там идет речь о перевозке. Но я раньше работал в грузовых перевозках, знаю лично эту компанию, знаю лично их руководство, так сказать. Значит, за последнее время также развивался подвижный состав этой компании. Дальше будет возможно развивать рынок, развивать перевозки. А мы как пятая комиссия техническая будем участвовать в этом развитии железнодорожной инфраструктуры. Для ОСЖД участие в выставке Трако является традиционным, но помимо таких встреч организация регулярно проводит множество совещаний и конференций, призванных решить самые разные вопросы, особенно в конце года, когда комиссии ОСЖД подводят итоги своей работы и принимают планы на следующий год. ОСЖД, как и прежде, трудится на благо железных дорог Европы и Азии и остается одной из ключевых организаций отрасли на евразийском пространстве. Следующая, четвертая сессия будет проходить в марте следующего года, и хотелось бы, чтобы в 2018 году нам удалось бы закончить работу над конвенцией. Мы проводим конференцию День Директоров стран-членов ОСЖД. Она будет проходить в Вьетнаме в апреле следующего года и сессия совещания министров в Тиргизстане над озером известным в мире Исек Кул. Там мы уже проводили конференцию День Директоров два года тому назад. Это самые главные мероприятия нашей организации, где принимаются решения о программе работ и о конкретных задачах для комиссии ОСЖД. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова